Привет, друзья! Меня зовут Дарья, и я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал Дарья Арт Рисовать Может Каждый. Мы с вами завершаем нашу стильную историю в марафоне «Стильная пара» и рисуем не менее стильный сюжет, но не с туфельками и не с лоферами, а с моими любимыми кроссовками. Если вы так же сильно, как и я, любите спортивную обувь, напишите об этом в комментариях, посмотрим, сколько нас здесь таких. Рисуем такие стильные кроссовки, и нужна нам вся та же палитра маркеров, всего 12 штук. Подробный список материалов вы, конечно же, найдете в описании под данным видео. А также вы там найдете подробности о конкурсе, который стартует по итогу данных трех уроков марафона. Если вы пропустили предыдущие уроки марафона, ссылки также есть в описании под данным видео. Проходите, смотрите, рисуйте и, конечно же, делитесь вашими результатами, ведь у вас есть возможность выиграть призы от меня и от нашего неизменного спонсора бренда «Малевит». Конкурс проходит в соцсетях ВКонтакте, Телеграм, соцсети с картинками. Вы можете выбрать одну удобную, либо сразу все, чтобы утроить свои шансы. Повторяю, что вся подробная и нужная информация есть в описании под данным видео. Проходите, смотрите. Ну а на этом я больше не буду затягивать. Давайте приступим к созданию такого стильного скетча. Начинаем с карандашной разметки. Изначально нам нужно композиционно найти местоположение ног, поэтому здесь мы пойдем по простому пути. Это разделим наш лист на равные участки. Изначально примерно по центру проводим линию. Делим на две равные части по вертикали и по горизонтали. Сделали. Далее, благодаря данной разметке будем отмечать объем ног. Визуально мы с вами видим, что верхний объем примерно вот здесь на пересечении линии у нас заканчивается. Длину носка также отметим в соответствии с квадратами. И давайте достаточно условно найдем форму кроссовок. Мы можем их разделить на треугольники. Проводим примерную дугу, где у нас будет начинаться подошва. Где идет объем носка. Линия вниз. И здесь у нас получается три таких треугольника. На пятку, на центр и на носок. И дополнительный объем на подошву. То есть очень условная форма. Объем на носок. Объем на ногу. И здесь у нас икроножная мышца уходит на заужение. То есть очень условная форма. Далее, вторую ногу точно так же разметим. Соответственно, с квадратами ставим себе линию, где у нас идет объем носка. Смотрим, чтобы длина кроссовок была одинаковая. Также условно данную форму делим на треугольники. Добавляем толщину подошвы. И здесь у нас еще раскрытие подошвы добавляется. И движение носка вниз. И там же мы увидим движение ноги. Как вы видите, у нас получается очень условная форма. Но эта форма нам позволяет найти местоположение каждой пары, каждой кроссовки. Также примерное движение ног. Здесь единственное, чтобы я уточнила, это в этом месте немножечко без ломаных линий, чтобы был объем движения ноги. В остальном уже форма нашлась, мы можем ее точнее отрисовывать. Убираем вспомогательные линии. Убираем вспомогательные линии. И будем рисунок уточнять. Переходим к прорисовке. Начнем с верхней кроссовки. Опираясь на фотореференцию, уточним ее форму. Точно так же уточним объем носка. И уточним объем ноги. Точно так же, поточнее, отрисуем объем нижней ноги. Следующим этапом обязательно проверьте, чтобы длина у кроссовок была одинаковая, а также высота. От края подошвы до края. Все верно. После этого мы можем с вами уже добавлять контур. То есть тут вы можете использовать линер. Я буду использовать цветной карандаш бежевый. И когда будем добавлять к контуру, тут мы уже должны с вами все детальки у кроссовок, объем шнурков, все отрисовать точнее. Если опыта не очень много, то изначально уточните рисунок простым карандашом, а потом уже добавьте более точный контур. Опять же повторюсь, что важно все вот эти нюансики, рельефы на подошве. Можно их изначально наметить и потом уже добавить более точный контур. Рисунок осветлим и прорисуем все детальки финальным контуром. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Контур готов. Теперь проходимся клячкой, убираем лишний карандаш и будем переходить к маркерам. Начнем опять с цвета кожи, C208, закроем, объем ног. Далее берем T202 и проставим тень. Тень у нас справа, свет слева, поэтому по правой стороне и расставляем тень на каждой ноге. Возвращаемся к предыдущему цвету и растушуем переход. Там есть информация о моих творческих курсах, где я рассказываю, что при помощи спиртовых маркеров можно создавать объемные живописные работы. Есть крутой курс по текстурам, где я показываю, что маркерами можно рисовать быстро и просто любую текстуру. А также есть всевозможные курсы на разные темы и сюжеты. Опять же, мы разбираемся, как при помощи спиртовых маркеров рисовать очень реалистичные и классные работы. Проходите в описании под данное видео, вся подробная информация есть там. Далее, прежде чем добавлять объем на кроссовки, мы закроем цветные пятна. Это розовые элементы и серые элементы. По 301 закроем розовые элементы. Точно так же поступаем с серыми элементами. Для этого мы берем C205 и закрываем их объем. Дальше начнем добавлять объем на кроссовки. Берем C203 для того, чтобы показать объем теней. Здесь мы всматриваемся в референс, добавляем тени справа, показываем, что цвет слева. Прокрываем весь объем кроссовок, оставляя белые блики, именно которые нам показывают, что свет у нас светит слева. Делаем это и по белым, и по цветным элементам. Далее, то же самое делаем с носками. Тоже на них проставляем тени, показываем, что свет слева, тени справа. Также тени проставляем и на шнурках. Далее продолжим углублять тени. Для этого мы берем следующий цвет C205 и точно так же им проходимся по объему кроссовок, носков и шнурков, усиливая теневые стыки. Вот этот вот рельеф между объемов, также швы, все это уточним именно C205, углубим тени. Так объем на кроссовках станет еще более ярким. Далее мы возвращаемся к T205, усилим тени на ногах и этим же цветом добавим отблеск в тени на кроссовке. Потому что тени это по цвету объем, который отражает в себе окружающую среду. И как элемент окружающей среды это, конечно же, такие яркие ноги, поэтому рефлекс должен присутствовать именно такой. Углубим тени на ногах и добавим отблеск в тени на кроссовке. По цвету стало намного живописнее. Далее мы берем темный цвет C210 и самые темные элементы закроем. Это, конечно же, объем на подошве и также значок на носках. Далее мы берем цвет не такой темный, C207. Наша задача углубить тени, стыки в кроссовках, сделать объем более резким, более четким. Поэтому все стыки более темные уточним. Сделали и переход к данным теням подрастушуем C203. Сделали и также усилим стык между носками и ногой. Возьмем T403. Удяем стык. И вернемся к T202. Растушуем данный теневой огнем. Далее нужно разобраться с фоном. То есть здесь мы берем самый светлый цвет C201. И там, где у нас светит свет, нам нужно фон затемнить. Там, где тени, мы фон оставляем белый. Ближе к подошве мы фон темним. А здесь по краю также немножко фона добавим, чтобы подчеркнуть свет. Остальной объем оставляем белым, чтобы подчеркнуть свет. Таким образом фон стал более материальный. И нам остается с вами уточнить объем при помощи цветных карандашей. Мы возьмем с вами черный карандаш. Уточним рельефы на кроссовках. Какие-то дополнительные надписи добавляем. Собьем. Рельеф на подошве уточним. Немножечко углубим тени на носках. Растушуем пальцем. Складки уточним. Стык между ног сделаем темнее. Также растушуем. Ночок найка. Подзатемним. Внутренний объем на подошве подзатемним. Точки добавим. Перфорацию на кроссовках. Дополнительные рельефы там, где должны быть швы. Стык с носками усилим. И остается расставить белые блики. Которые тоже помогут нам уточнить рельеф. Проходимся по всем объемочкам. Местами проставляем блики. Которые нам еще подсказывают, где идут швы. И работа готова. Не забудьте ее подписать. Вы большие молодцы, что порисовали со мной. Не забывайте поделиться вашим результатом. Ведь по итогу всех трех уроков данного марафона у нас стартует конкурс. Вконтакте, Телеграм, соцсеть с картинками. Выбирайте удобную. Либо участвуйте сразу везде. Для того, чтобы утроить свои шансы. Вам нужно нарисовать все три урока данного марафона. Поделиться результатом. И скрестить пальчиками. Возможно, повезет именно вам. Для подробной информации о конкурсе. О призах, которые разыгрываю я и Брэнд Малевич. Вы, конечно же, найдете в описании под данным видео. Проходите, смотрите. Ну, а я буду на этом заканчивать. И завершать данный марафон. И буду ждать вашу обратную связь. Напишите, пожалуйста, какой из трех уроков вам понравился больше всего. Зацепила ли вас такая стильная тема с обувью. Я обувь рисовать обожаю. Как вы видите, мы уже третий год проводим данный марафон на такую стильную тему. Обязательно поделитесь вашим впечатлением. Мне будет интересно почитать. Ну, и, конечно же, не забывайте, что вы всегда можете оставить пожелания на будущее. Какой бы марафон и какие уроки вы бы хотели увидеть на моем YouTube-канале. Я всегда все читаю и учитываю. И, возможно, именно по вашей идее я отсниму следующий марафон. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Большое спасибо за внимание, что рисовали в моей компании. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дарья. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok